Потому что дьявол тоже хочет серенады. И он хочет, чтобы мы полюбили его. Полюбили мирское и сатанинское. Мы читаем с вами из книги «Воспитание детей», страница 540. Произошли перемены, но не к лучшему, а к худшему. К худшему в привычках и традициях людей, в том, что касается религиозного богослужения. Святое, драгоценное, то, что объединяет нас с Богом. Очень быстро оставляет наши умы и наши сердца. И все сводится на уровень обыденности. Видите, согласно Духу Пророчества, нам не нужно сводить наше богослужение до обыденного. Уважение, которое люди в древности питали к святилищу. Где они встречались с Богом на священном служении. В основном прошло. Уважение прошло. Тем не менее, Бог сам установил порядок богослужения. Возвысив его над всем временным. Видите, поклонение Богу не должно питать нашего плотского человека. По сути, даже само выражение «богослужение», то есть служение Богу. Мы должны поклоняться Богу. То есть поклонение ради Бога происходит. А не ради нас, поклоняющихся. То есть мы хотим Ему поклониться. Но сегодня можно видеть, как очень серьезно смещается акцент на богослужение. Богослужение больше становится эгоцентричным. То есть это так, чтобы мне было хорошо. Хотя на самом деле у нас должно быть теоцентрическое, то есть богоцентричное служение. Но многие песни и музыка, которые используются на богослужении по всему миру, очень часто направлены на самоугождение. Псалом девяносто четвертый, видимо, шестой стих. Здесь объясняется, с каким отношением мы должны приступать к Богу. О, come, let us worship and bow down. Придите, поклонимся, припадем. Let us kneel before our Maker. Склонимся перед Создателем. Это отношение, почтение, уважение. Это не отношение, что давайте вечеринку устроим. Псалом девяносто восьмой, стих девятый. Здесь говорится о Божьей природе. О Его характере. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его. Ибо свят Господь Бог наш. Бог — это святой Бог, и Он заслуживает нашего уважения. Я не служу Богу хип-хопа. Я не служу Богу хип-хопа. Или Богу, который любит рок-н-ролл. И мои музыкальные предпочтения должны выражать мое уважение Богу. Первая книга Паралипоменон, 16 глава и 29 стих. И таким должно быть наше богопочитание. Оно должно выражать красоту Его святости. Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его. Поклоняйтесь Господу в благолепии святыни Его. Давайте посмотрим несколько библейских примеров правильного применения музыки. Если прочитать книгу Исход, 15 глава, с 1 по 22 стихи. Мы видим Моисея, который жил где-то за 1500 лет до Рождества Христова. И он прославляет Господа в пении. Он научил израильтян петь, чтобы они помнили историю Божьего водительства и помощи. Вот так музыка может использоваться на службе у Бога. Давайте теперь посмотрим, как может быть музыка не на службе у Бога. В 32 глава книги Исход повествует о том, как Моисей находится на горе с Богом и получает 10 заповедей. И люди в подножье горы начинают организовывать богослужения. А Аарон изготавливает золотого тельца. И они начинают плясать и поклоняться этому тельцу. И Иисус Навин, который находился на горе, тоже с Моисей, ему показалось, что в лагере звук войны. Что мы можем из этого понять? На богослужении была такая хорошая, благочестивая музыка, божественного происхождения. Нет, Иисус Навин перепутал эту музыку с военным криком. Наверное, когда они плясали вокруг тельца, у них там рок-н-ролл звучал. Но Моисей услышал, говорит, это музыка. И мы знаем, что после этого было. Моисей сходит с горы, обличает своего брата Аарона. Конечно же, этого первосвященника он обличает. То есть, это значит, что даже руководители могут ошибаться иногда. И так у них проходит большое богослужение. Но метод поклонения неправильный. И объект поклонения тоже неправильный. И Моисей говорит, кто на Божьей стороне, станьте особо. А кто не за Бога, станьте тоже отдельно. Сказано, что Моисей поразил всех этих людей прямо там на месте. Что это говорит мне? Что мы должны быть очень аккуратны в нашем поклонении Богу. Это серьезная тема, друзья. Я могу сказать, что в какой-то мере хорошо, что мы не живем в библейские времена. Потому что, наверное, многим из нас бы уже не поздоровилось. Может быть, побили бы нас. Это пример использования небожественной музыки. Давайте перейдем теперь к Давиду, псалмопевцу. И если мы откроем с вами первое, Гупара Липоменон, 23 глава и стих 5. Вы знаете, что в книге Псалтере много есть псалмов. Музыка его прославляла Господа, возвышала людей. И в первой книге Псалтере многое. И мы знаем, что Давид играл музыку, которая успокаивала царя Саула. Помните эту историю, так? Саул с ума сходил. Может быть, слишком много рок-н-ролла сошел. Но он призывал Давида. И он хотел, чтобы тот приходил и играл свою музыку. Come on, Давид, play your hip-hop and your rap for me. Давай, Данил, сыграй мне hip-hop или rap. Is that what he said? Так он говорил. Is that who we called, Давид the hard rocker? Да, мы так и называем. Давид, рок-музыкант. Так назовем. He called Давид the what? Как называется Давид? The psalmist. Пsalмопевец. And as David with his beautiful instruments. И когда Давид с прекрасными орудиями, музыкальными и с прекрасным голосом. Singing godly music. Пел музыку, прославляющую Бога. It says that king Saul's madness left him. Сказано, что вот эти приступы Саула проходили. That's a medical application of music. Это музыка на службе у медицины называется. Многие цари также любили песни Давида. И они всегда приводили к возрождению. Это использование музыки ради Бога. Let's look at another ungodly example of music in Daniel 3. Давайте теперь откроем книгу Даниила, 3 главу. И посмотрим, например, опять использование музыки на богослужении. Ну, плохое использование музыки. King Nebuchadnezzar. Царь Навуходоносор. The king gives orders to bow down and worship the idol of his image. Царь дал приказ поклониться истукану. It's interesting in verse 5 it says that they, when they heard all kinds of music, that that's when they should bow down. Интересно было, что пасть они должны были, когда услышат... It's a different translation in Russian. Oh, really? Uh-huh. Not all kinds of music, but music on all kinds of instruments. Oh, same. Okay. All right. That's fair enough. The point is that this king being led by self and the devil Этот царь руководствовался своими эгоистичными чувствами. И будучи на поводу дьявола, он использовал музыку для поклонения сатане. И, friends, the devil's doing the same thing today. Видите, сегодня дьявол тоже самое делает. We bow down at the altar of our favorite singers. Мы можем преклоняться перед алтарем нашего любимого исполнителя. The three Hebrew worthies were told, if they didn't bow down, they would be killed by fire. И израильским юношам сказали, что если они не падут и не поклонятся, то их сожгут огнем. An ungodly use of music. Это использование музыки не на службе у Бога. Let's talk about Jesus and the disciples. Давайте теперь коснемся Иисуса и учеников. We know that they sang songs and hymns and spiritual songs. Мы знаем, что они пели песни, гимны и духовные песнопения. Hymns were sung in the early church in the synagogues. Гимны пели в ранней христианской церкви и в синагоге. And the Bible records that Jesus and his disciples sang a hymn after the Passover meal. Библия говорит, что воспев, пошли куда? На Бору Елеонскую, после вечерей. We know that Paul and Silas, they sang a hymn in jail. И мы знаем, что Павел и Сила пели Богу в темнице. These are godly uses of music. То есть, это хорошие примеры использования музыки. Now, let's talk about secular music in Bible times. Ну, давайте посмотрим, что же была за светская музыка в библейские времена. There was much secular music. Было много светской музыки в то время. Connected with dramas. Она была связана с театрами, фестивалями, спортивными соревнованиями, языческими традициями, языческими богослужениями. And the early church was ever careful to never imitate the world around them in their service to the Creator God. Ранняя христианская церковь была очень бдительная в том, чтобы их богослужения не напоминали светские собрания и развлечения. You see, they were careful to provide an alternative, a safe service to the fallen pagan practices of the world. Они предлагали альтернативу языческим богослужениям. Today the Christian Church has not followed their careful example. Но сегодня христианская церковь не в точности следует этому примеру. Unfortunately, we're bringing in the fallen practices of the fallen churches around us. К сожалению, мы падшие традиции падших церквей часто приносим. In fact, did you know that some churches don't even teach new seekers about a saving relationship with Jesus? Вы знаете, что сегодня многие христианские церкви даже не учат своих прихожан иметь спасительные отношения с Иисусом. They don't talk about judgment to come. Они уже не говорят о грядущем суде. Они не говорят о том, что грех нужно побеждать. And friends, how can it be a church if we don't talk about the church, Jesus Christ? Но как это может называться церковью, если мы не говорим о самой главной церкви, Иисусе Христе? It started a long, long time ago in the Garden of Eden. Но все началось еще давным-давно в Эдемском саду. Дьявол внушил сатане, что Богу на самом деле все равно, будет она его слушать или нет. Бог на самом деле не имел в виду то, что он сказал. Давайте, продолжайте делать, что хочется вам. Видите? Сатанинская философия проявилась еще в Эдемском саду. То, что я считаю истиной, и то, что ты считаешь истиной, это то же самое, что Бог считает истиной. Но эта сатанинская философия живет и здравствует и в церквях христианских сегодня. Но мы вернемся к этому позже. Давайте мы прочитаем 150-й Псалом с 1 по 6 стих. Это часть Священного Писания. Обычно, когда люди хотят оправдать создание и прослушивание какой угодно музыки, они ссылаются на этот Псалом. Давайте мы его прочитаем. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверде силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. И хвалите Его на кимвалах граммогласных. Итак, вот что мы имеем. Трубы, псалтырь, гусли, тимпан, лики, струны, орган, кимвалы звучные и кимвалы громогласные. Это различные музыкальные инструменты, которые мы находим, которые применялись в богослужении, в поклонении Богу. Труба или сафар, так она называлась. Упоминается так же в книге числа, 10 глава с 1 по 10 стих. Ведя израильтян из Египта, Моисей повелел чеканщикам сделать две серебряные трубы. Эти трубы использовались для разных целей. Они отдавали сигналы. Собирали собрания. Тревогу озвучивали. И открывали празднества. Затем у нас есть псалтырь или арфа. В книге псалтырь упоминается. Это щипковый струнный инструмент. И было несколько видов его. Некоторые из этих инструментов были довольно изысканны, ибо в одном псалме, в одном стихе упоминается. Арфа или псалтырь, а также десятиструнный псалтырь. Также мы читаем, что дальше были гусли. Это был довольно громоздкий, но вместе с тем мобильный инструмент. Похожий на современные арфы. У него было от четырех до десяти струн. Что можно увидеть в заглавиях некоторых псалмов. Гусли также были инструментом царя Давида. Гусли были похожи на лиру, и ассоциировались они только с радостными какими-то событиями в Библии. Это в истории израильского народа можно увидеть. Потому что для разных случаев были разные инструменты. Затем мы находим тимпан или бубен. Они упоминаются в книге Псалтырь, книге Судей и первой книге Царств. 18 глава стих 6. Это маленький инструмент, похожий на бубен. То есть это тимпан, так, на бубен похож. У него было один или два ряда вот этих тарелочек звенящих. И иногда еще были маленькие колокольчики. Они попарно вот так вот были организованы. Но в основном звук шел от этих маленьких металлических тарелочек, а не из центра бубна. То есть когда ударяли по тимпанам, вы слышали больше звон тарелочек этих. Вы не слышали бум-бум-бум, как барабан. Обычно на нем играли женщины. Помните, как Мариам повела женщин с тимпанами после того, как они прошли Красное море. Что мы находим в современном христианстве сегодня? Из-за того, что эти женщины иногда играли на тимпанах. Когда были празднества. Например, они праздновали победу, когда они пересекли Красное море, а египтяне там утонули. Но из-за того, что бубен напоминает барабан, оправдывается использование барабанной установки в церкви, этого инструмента, по сути, специально разработанного для того, чтобы играть дьявольскую музыку, чтобы уже в церкви играть на ней. Но этого нет в Библии. Нет разрешения на это. Теперь орган. Орган. Да, но не нужно путать этот орган с тем, который бывает или в католических церквях, или в органных залах. Этот огромный инструмент. Это была, ну, можно сказать, или сапилка, или дудочка. В английских переводах. They translate this word as dance. Этот инструмент перевели как танец. And it causes a lot of confusion. То есть, хвалите его с танцем. И тут куча всяких есть, куча всякой путаницы, да? I have a 40-page study that proves it just means pipe. Вот. Но у меня есть исследование на 40 страниц, которые доказывают, что это просто означает дудочка. It was probably a single reed instrument, and it was widely used. Очевидно, что это был инструмент, который состоял из одной дудочки и использовался повсеместно. This instrument is not mentioned in the list of the musical instruments used in the temple, though. Но этот инструмент не упоминается среди инструментов, которые должны были употребляться в храме. But rather a shepherd's pipe or flute. Это просто пастушья сапилка или дудочка. Now we come to the loud cymbals. А теперь звучные кимвалы. Symbols, as you know, are thin metal plates that are usually played in pairs and produce a sound when they're struck together. Ну, кимвалы – это тонкие металлические тарелки, которые обычно используются в паре, так, две. И звук производится путем ударения этих тарелок одна в другую. The technique used when a single symbol is called for is produced by striking it with a stick. Когда используется один кимвал, тогда его с помощью палочки ударяли. This is very important to understand. Это очень важно понимать также. The loud cymbals Кимвалы звучные Was the only permanent percussive instrument in the temple orchestra. Были единственным постоянным перкуссионным или ударным инструментом, который использовался в оркестре в храме. The cymbals were the only percussive instrument allowed in the worship of God. Кимвалы были единственным ударным инструментом, который позволялся для богослужения. There were no drums. Там не было барабанов. That's just how God had it. Так Бог предусмотрел. The high sounding cymbal. И теперь остается у нас кимвалы громогласные. In the Holy Scriptures, the use of symbols is solely confined to religious ceremonies. В Священном Писании применение кимвалов ассоциируется только лишь, исключительно с религиозными богослужениями. You would have never found these symbols in a social gathering. То есть кимвалы громогласные не использовались на вечеринках. The high sounding or the high pitched cymbals were held in one hand and closed together to create a high clinging sound. Клинг. Вот эти кимвалы громогласные, тоже они использовались по паре и они издавали громкий высокий звук. Drums. A large drum, very common in Egypt. This is outside of this psalm. That is correct. Это мы уже закончили разбирать этот псалом. But there were drums in the Bible, so we have to talk about it. Но в Библии упоминаются барабаны, поэтому нам тоже нужно поднять эту тему. And there were plenty of reasons and ways that even God's people use drums. Барабаны в основном применялись в Египте, а также в странах, окружавших Израиля. It was common. Но в Библии они не упоминаются как инструменты для поклонения Творцу Богу. Is that what you just read the whole thing? Yeah. Okay. I didn't yet. Oh, sorry. It's okay. So drums were never found, as he just mentioned, ever in the worship of the Creator God. Итак, видите, барабаны никогда не применялись для поклонения Богу Творцу. Но Божий народ пользовался барабанами. They would play a drum when they marched. Они играли на барабанах, когда маршировали. They would play drums in certain ways, when there was time to go to war. Когда нужно было идти на войну, они также барабанили. And most likely they played some of these drums in their festivals or their social gatherings. И, скорее всего, они играли на барабанах, на своих празднествах и каких-то социальных мероприятиях. But they were never played by God's people. Но Божий народ никогда не играл на барабанах. To alter the mind. Для того, чтобы изменить сознание свое. To stir the flesh. Для того, чтобы пробудить плоть. Oh, yes, the Egyptians certainly did. Конечно же, египтяне играли так на барабанах. And they would even use the same instruments as God's people. И они играли на таких инструментах, на которых Божий народ играл. Where the pagans would use the little clinging high cymbals. Язычники использовали кимвалы громогласные. While they played music and girls would dance sexually. Они играли на них, а женщины сексуальные танцы какие-то устраивали. So, the devil takes what God uses as a holy instrument and perverts it. Дьявол не против взять священные Божьи инструменты и извратить их применение. When you look in the Bible, you may not find the word drum, but you'll find the word top it. Yeah, I was trying to look for it, but I couldn't find it in the Russian Bible. No worries. No, в Библии барабан, иногда еще в английской Библии, по крайней мере, называется tofet. We find plenty of satanic uses of the Bible in satanic worship. Ну, в нашей русской Библии, tofet, это, по-моему, или город, или земля какая-то. The Hebrew word is top, which means drum. Вот, а вообще, это tofet означает барабан на иврите. So, we go to a statue named Moloch. Помните, был такой идол, Moloch назывался. Moloch was a frightening and terrible demon. Moloch был ужасным, страшным демоном. Покрытым слезами матерей и кровью детей. Когда ребенка приносили в жертву Moloch, Внутри этого истукана разжигали огонь. Затем священники начинали изо всех сил бить в барабаны и в другие объекты для того, чтобы заглушить крик детей, жарящихся. Так в библейские времена поклонялись истуканам с помощью барабанов. So, can you see why God wanted his worship services to be expressly different than that of the pagans? Понимаете ли вы теперь, что Бог хотел, чтобы в израильском народе богослужение было совсем не таким, как у язычников? We should provide an alternative to the fallen babylonian worship around us. То есть, этому, этой падшей системе религиозной, вавилонской, мы должны дать альтернативу хорошую. So, what's happening now in America and around the world? Но что теперь происходит в Америке и по всему миру? Сегодня собираются тысячи и даже десятки тысяч людей на богослужение. Просто тысячи и тысячи людей в один зал собираются. В Соединенных Штатах самая большая церковь Собирается у проповедника, которого зовут Джоэл Остин. Эта церковь Лейквуд называется. Они взяли спортивный стадион для спортивных мероприятий и превратили его в церковь. На одном богослужении 43,500 человек 43,500 человек Это уже не называется даже мега-церковью Это уже гига-церкви That's true Что происходит За последние 20 лет в религиозных богослужениях в Соединенных Штатах Произошли огромные перемены И появилось такое понятие, как церковь созданная на основании маркетингового исследования То есть это церковь, которая нацелена на количественный рост In their church growth methodologies Какие методы они для этого используют? More attention is paid to market strategy and business techniques than the spiritual needs Они прибегают к маркетинговым исследованиям И нуждам людей Чем каким-то духовным ценностям Итак, это церкви, которые отвечают на рыночный спрос Послушайте внимательно Они стремятся удовлетворить чувственные нужды людей Включая ненасытимый аппетит к наслаждениям, развлечениям и тому подобное Церковь, еще одна церковь Willow Creek И ассоциация сотен церквей под названием Willow Creek Являются самыми большими пропагандистами этих новых видов церквей Они, а также пастор Рик Уоррен из церкви Саддлбек Он написал книгу «Жизнь», «Целеустремленная жизнь» и «Целеустремленная церковь» Они разработали эту философию Какой-то маркетинговой структуры церкви Для достижения успеха Но в чем проблема, так это в их методах То есть, что они делают? Они делают опрос местного населения И задают вопрос Что бы вы хотели увидеть в церкви? Сколько должно идти богослужение? Какая музыка должна быть? Что там, какие мероприятия должны происходить? Что вас наполняет и насыщает? И затем создавали само здание церкви И обстановку в ней Такую, чтобы восполнить чувственные нужды людей Рик Уоррен сказал нечто очень интересное Он говорит, Богу все нравится Богослужение никак не связано со стилем Громкостью или темпом песни Бог любит всевозможную музыку Потому что Он создал ее всю Правда это или нет? Бог создал всю музыку? Богу нравится все? Нет Да, Он сам обманывается И Он других обольщает Быстрая и медленная Громкая и спокойная Старая и новая Наверное, вам она вся не нравится Но Богу нравится Аминь Что они сделали? Они полностью изменили дизайн церкви Глядя на здание внутри и снаружи Вы даже не скажете, что это церковь Такое впечатление, что это сцена для рок-концерта То есть там и светомузыка И дым на сцене появляется И звук сильный А есть у вас кафе под названием Старбакс? Нет Слава Богу, хоть одна есть страна, где его еще нет Это подобно Макдональдсу Огромная сеть кафе Они взяли эмблему Старбакс Она тоже такая бело-зеленая И они написали Санбакс То есть имея в виду Иисуса То есть идем на богослужение Идем в церкви, у нас есть кафе Можно попить кофеином, подзарядиться Чтобы лобные доли отключились Чтобы ты не фильтровал уже все, что приходит Но если еще немного лобных долей осталось Мы уже добьем все это христианским роком И затем выходит проповедник И начинает проповедовать о десятинах и приношениях Давайте приносите Так, это правда Так и происходит Давайте мы на мгновение еще вернемся в историю Просто нам нужно понимать мировоззрение большинства людей теперь на Земле С древних времен, где-то до 1789 года Мы жили, ну люди жили в эпоху, которая называется премодернизм И в это время Абсолютную истину можно было узнать через откровение То есть примерно к 1800 году Все люди, если хотели что-то узнать Они верили в то, что информация или откровение приходит от Бога или богов Это очень важно понимать, как мы уже с вами говорили раньше До этого времени люди в основном писали музыку, которая бы возвышала и облагораживала и направляла к Богу И в этот момент произошла революция в сознании И где-то примерно в это время Дарвин появился И с 1789 года по 1970 годы Это была эра модернизма В это время люди уже не верили в то, что откровение или что-то, какое-то новое знание можно через Бога или богов получить То есть мы стали модернистами или современными уже людьми Уже не такими примитивно мыслящими, как раньше И с помощью размышлений своих, с помощью науки, развития науки Люди поняли, что с помощью своего разума и науки можно обнаружить абсолютную истину То есть раньше абсолютная истина открывалась Но до 1970 года уже мышление было такое, что абсолютную истину ты можешь найти Но в эру постмодернизма с 1970-х и до наших дней Такого понятия, как абсолютная истина, уже нет Видите, истина уже больше не открывается, как когда-то в древности Истину и нельзя найти, как во время модернизма Видите, в постмодернизмом мышлении Люди начали верить, что абсолютная истина — это басня Истину мы создаем сами Видите ли вы в этом проблему? Но завтра утром мы продолжим говорить об этом Давайте помолимся Отец Небесный В этот век постмодернизма Я все еще верю в то, что Ты открываешь истину Дорогой Иисус, я прошу, чтобы Ты продолжал Духом Святым открывать истину Во имя Иисуса, аминь Бог благословит вас, друзья, и имена ваши останутся в книге жизни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok